Организация диалога между молодежными парламентскими структурами региона – одна из главных задач общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе. Очень здорово, что сегодня к нам приехали из пяти муниципальных образований. Это Тобольск, это Тюменский район, это город Елтороск, это Заводоковск, это город Ишим. И кроме того, гости из Кургана и Челябинска. Несмотря на часы, проведенные в дороге, начинающие парламентарии были бодры и оптимистичны. Эти люди, эти встречи, столько позитива приносят. На рабочий лад настроены. Рад, что со всеми встретиться, это не так часто получается. Заседание группы началось с информации об электронном новшестве QR-кодов, благодаря которым участники могли получить всю информацию по обсуждаемым проектам. О некоторых из них наш телеканал уже рассказал своим зрителям. Так, например, для проекта «Турник в каждый двор» лето стало периодом самой активной реализации. И что приятно, сами сапожники все-таки не остались без сапог. Люди, которые подавали заявки, между ними была проведена акция, и они голосовали за свой двор. И вот вчера мой двор буквально выиграл этот турниковый комплекс. У нас было около 2,5 тысячи голосов. Президент Фонда развития науки, культуры, спорта и туризма «Содружество» Елена Сулейманова попросила ребят оценить по целому ряду параметров свой проект городского этнопарка. Экспертиза получилась предельно объективной, ведь на ней работали сразу несколько групп. Будет очень тяжело представить абсолютно все диаспоры, которые имеются, и все национальности, даже несмотря на то, что есть территориальное отделение. Наиболее активные и радикальные могут высказывать возмещение и протесты по этому полу. Участники признали, что совместная работа оправдала их ожидания. Много узнал нового, много интересного. Что-то, может быть, расскажу в Кургане, какие-то подобные мероприятия постараемся провести. Это большой опыт для меня, общение с людьми, вообще каких-то планов интересных. Все очень много придумывают, жизнь не стоит на месте, это очень интересно. Я успела найти важный материал для написания моей будущей магистрской работы. Продолжением программы стала дискуссия «Роль личности в истории. Взгляд молодых» с участием двух спикеров. Председателя Тюменской областной думы Сергея Карипанова и руководителя регионального отделения молодой гвардии «Единой России» Романа Чайку. В частности, Сергей Евгеньевич рассказал о тех этапах своей биографии, когда от его решения зависела судьба целого региона. Буквально за несколько месяцев до избрания меня депутатом областной думы и председателем областной думы, я подписал документы в суд на действия областной думы, на действия губернатора за то, что дума приняла, а губернатор подписал закон, ущемляющие права округов, как право на право субъекта федерации. Лидеру молодогвардейцев пока не доводилось вершить судьбы современников, но среди политиков, на которых можно равняться, он назвал двух – исполняющих обязанности президента Дагестана Рамазана Абдулатипова и мэра Москвы Сергея Собянина. Наш регион находится на лидирующих позициях во многом благодаря каким-то начинаниям, которые начал Сергей Семенович. Модератор дискуссии депутат Виктор Буркин остался доволен общением и пообещал продолжение в еще более неформальной обстановке. Безусловно, та большая тусовка, которую я очень люблю и с удовольствием организовываю, связанная с неформальным общением ребят, она сейчас у нас пройдет на коллеги уже в формате такого большого веревочного курса, тоже является такой вот хорошей эмоциональной и развивающей частью программы. Потому что сейчас ребятам предстоит работать уже в командном формате и, собственно говоря, ощущать то, что локоть и плечо друга – это вот то, что можно физически потрогать, как-то заземлиться по-человечески. Осенью большинство участников региональной группы встретятся на площадке «Молодежь политики» форума «Актив-2013», куда съедутся их ровесники со всего Уральского федерального округа. Никита Никитин, Николай Солдаев, Артем Клеменченко, Евразион ТВ.